Мы видим операции, которые проводятся в едином и естественном взаимодействии между различными силовиками. Хотя, опять-таки, вопрос взаимодействия остается открытым. Мы надеемся, что все же в ближайшее время будут внесены какие-то коррективы, которые будут выводить на более эффективный уровень взаимодействия. Мы видим, что активные действия, которые проводятся и которые демонстрируют успешность, они проводятся, по сути, отдельными силами и структурами. То есть работает Национальная гвардия, она достигает успехов и так далее. Это замечательно. Но когда возникает вопрос взаимодействий, то есть проведения единых операций на больших территориях, то тут начинается проблема. В плане взаимодействия, по крайней мере, силами то, что уже большой плюс, обеспечено взаимодействие авиации с наземными подразделениями, и в современных операциях имеет огромное значение. И в общем, большую долю как раз этого успехов, которые мы наблюдаем, это можно списать на счет обеспечения такого взаимодействия. Что касается других проблем, которые, в общем-то, тесно связаны с антитеррористической операцией, но находятся, так сказать, за сферой компетенции командования АТО, мы бы выделили в настоящее время очень большая проблема с охранной границей, охранной обороны. Мы видим исключающие заявления. Руководство Госпогранслужбы сообщает о том, что переходит с формата охранной границы на формат обороны. Это абсолютно правильно, абсолютно актуально. Тут возникает целый ряд вопросов. Мы видели буквально два дня назад, как луганский погранотряд ввелся постоянный обстрел, и в конце концов проничники были вынуждены оставить место своей дислокации. Сразу понеслись обвинения в сторону штаба АТО, и я абсолютно согласен с тем, что силы АТО должны были отрегировать в этой ситуации. Однако возникают вопросы и по поводу самой Госпогранслужбы. Как раз перед этим глава ГПС сообщил о том, что созданы семь мотонеманевренных групп, которые как раз должны реагировать на различные вызовы, на различные экстремальные ситуации. И почему-то ни одну из этих групп мы за двое суток в Луганске так и не увидели. Поэтому возникает вопрос, насколько они вообще реальны. Продолжение следует...